всем привет привет мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала добро пожаловать на мой канал diamond dream кто со мной не знаком меня зовут марина сегодня буду делать для вас очередной традиционный ежедневный расклад что происходит в его жизни прямо сейчас посмотрим что меняется в жизни вашего мужчины что там у него происходит какие эмоции мысли все по плану и в начале видео я хотела бы сказать небольшой такой отзыв оставить о моем видео с аффирмациями которые сегодня я для вас выпустила получила очень-очень такой широкий мощный отклик и в комментариях под видео и в личку многие мне написали я поняла что эта тема для вас важна повышение самооценки позитивных настроев это в принципе то что меня очень-очень живо интересует и что я хотела бы чем бы я хотела с вами делиться своим опытом в этом плане в плане позитивных настроев саморазвития духовных практик энергетических практик но у меня знаете возникло такое впечатление что вы очень-очень многие из вас действительно не знают как правильно пользоваться практиками аффирмации хотя я говорила не раз об этом своих видео часто был вопрос да все замечательно прослушала так хорошо и легче на сердце стало но как же себе это внушить или а как же добиться результата я просто вам хочу сказать что аффирмации это такие мощнейшие практики которые дают поразительные волшебные результаты при правильном настрое и регулярности использования то есть то что вы сейчас посмотрели сегодня видео да приятно и интересно здорово вдохновились и все и отложили это все в сторону на дальнюю полочку это неправильно если вы хотите практикой аффирмации заниматься регулярно значит вы хотите добиваться действительно результатов вы хотите свои деструктивные негативные установки изменить на позитивные получить тот самый волшебный результат в реальности в жизни аффирмации необходимо читать слушать проговаривать ежедневно 12 можно и несколько раз в день тем более что сегодняшнее видео у меня было совсем небольшое на 5 минут это несложно выделить 15 минут в день допустим либо 10 минут в день для прослушивания аффирмации чтения их проговаривания лучше всего после пробуждения или перед сном когда вам ничего не мешает и не что у вас так сильно уж не беспокоит когда вы можете расслабиться и использовать аффирмации практику аффирмации нужно не менее 21 дня для получения каких-то стабильных серьезных результатов то есть для этого нужно упорство терпение и труд все перетрут но вы сами потом поразитесь удивитесь насколько у вас поменялось восприятие реальности ваше мышление ваши установки программы негативные уйдут в прошлое и вы изменитесь внутренне соответственно и реальность вокруг вас изменится волшебным образом вот это я хотела вам сказать что если вы видите видео я я просто поняла что очень многие этого не понимают если вы увидели такое видео с аффирмациями но вам понравилось у меня у кого-то другого не важно а не нужно думать что единоразово единоразово посмотрев это видео у вас пойдут какие-то изменения в жизни терпение и труд регулярность практики не менее 21 дня также как закрепление любой привычки так и работа над установками это гораздо более серьезный труд должен быть не менее 21 дня тщательной работы и когда вы действительно получите результаты итак сегодня делаем расклад что происходит в его жизни прямо сейчас сосредоточьтесь пожалуйста на том мужчине на том партнере которого вы хотите сегодня посмотреть напоминаю что по вопросам обучения все также обращаться нужно на ватсап пишите слово обучение я обязательно с вами свяжусь и расскажу о моем обучающем курсе и конечно дорогие мои благодарю вас за поддержку моего канала любой способов донаты лайки комментарии и спонсирование низкий вам поклон что происходит его жизни прямо сейчас надеюсь все сосредоточились выбрали того самого человека на которого смотреть будете расклад и давайте сейчас будем начинать туз мечей что-то резкое что-то неожиданное какое-то прояснение может быть выяснение отношений либо какое-то резкое неожиданное событие в жизни этого человека сегодня могло произойти мы смотрим в этом раскладе период вчера сегодня завтра напоминаю вам где-то приблизительно так вот такой период длительные сроки посмотреть не можем да и нельзя это сделать в картах таро поэтому будем считать что вот вчера сегодня завтра нечто такое у него произошло в жизни нечто такое какой-то откровенный разговор приятные неприятные тут мы уже не рассматриваем глубже а какое-то резкое неожиданное событие какая-то новость прилетела такая вот достаточно не скорее всего неожиданное поэтому аркану так в общем прояснение какой-то ситуации могло произойти у кого-то могло состояться допустим увольнение либо развод либо расставание с кем-то ну туз мечей вот посмотрите сами на этот аркан как будто он делит реальность тут тоже такая такая информация по этому аркану есть на две четкие такие составляющие прошлое будущее в настоящем человек как бы потерялся так давайте смотреть какие энергии его сегодня окружают сразу же королева мечей вышла что происходит в его жизни ну знаете можно сказать жизнь налаживается в каком плане есть в его жизни королева мечей женщина вот она да в этом раскладе чаще всего выходите вы вы можете выходить здесь в первом ряду но дело в том что принцесса чаш в этой колоде она тоже идет у нас как придворный аркан поэтому здесь может идти речь о двух дамах с одной дамой у него какие-то могут быть либо дела либо поездка к ней королева мечей причем это может быть жена допустим бывшая жена может быть может быть мать может быть какая-то родственница а может быть даже и начальница потому что здесь очень глубоко я же не смотрю в этом раскладе я вам в принципе в общих чертах описываю что это тем более что расклад общий так вот к этой женщине у него либо поездка либо какие-то дела стремительно развивающиеся с этой женщиной в общем что-то его такое с ней связывает и надо сказать что здесь прям вот может быть ему пришлось весь день допустим в разъездах быть из-за этой женщины либо к ней поехать либо между ними сейчас что-то происходит тут даже если это допустим его мать может быть что он поехал к маме к примеру либо что-то для нее сделал либо какие-то там известия такие получил что понял что ему нужно ее посетить для чего-то если это к примеру начальница его да например начальница то она могла ну к примеру его там в командировку послать либо ведь смотрят десятки тысяч людей расклад поэтому я вам буду говорить все подряд что может быть как-то могла его либо в командировку послать либо какую-то новую ему работу дать его чем-то загрузить но таким что ему в принципе интересно и нужно что он будет делать в общем-то я не могу сказать что ему от этого там неприятно и плохо если это какая-то допустим его бывшая жена то здесь тоже у них может быть совместная поездка куда-то либо они планируют либо уже поехали либо у них разговоры об этом идут в общем что-то в этом плане с какой-то королевой мечей и я здесь больше вижу женщину скорее постороннюю не вас скорее всего это не вы потому что как бы знаете такие энергии которые окружают принцессу чаш больше говорят о том что это вы и с вами и в том случае если вы с этим человеком не в глубоком расставании потому что очень многие девочки есть которые уже давным-давно с человеком расставание вы с ним не общаетесь не получаете никаких известий от него и возможно только этот расклад для вас источник информации какой-то так вот если вы уже давно с ним в расставании то вполне возможно это не вы а еще какая-то другая женщина в его жизни есть кстати здесь может отыграться как женщина с которой у него эмоциональные чувственные какие-то отношения и чаще скорее всего действительно у большинства здесь будет именно так но также здесь может идти речь вообще о какой-то симпатичной молодой особи с которой у него здесь некая вспышка либо общения либо страсти причем знаете периодически это общение случается здесь как будто люди могут прекратить общение а потом вновь начать прекратить общение и вновь начать и вот сейчас судя по всему опять произошла вот эта вспышка либо это опять начало общения какого-то а либо для части аудитории здесь действительно вспышка между ними интереса страсти каких-то вот ну вот такого общения так что у него здесь все сегодня такие активные энергии у вашего мужчины давайте посмотрим что в отношении вас если это вы то конечно замечательно даже если вы с ним в расставании допустим сейчас то это будет означать что здесь человек в любой момент может в вашей жизни появится причем неожиданно достаточно и как-то резко и очень так ярко давайте посмотрим мысли о вас сегодня если они есть королева чаш конечно есть девочки но он думает о вас чувствами с эмоциями король чаш вы с ним парой вышли вообще и тот абсолютно не важно к какому вы принадлежите знаку зодиака какой стихии так дорогие девочки а я вижу что у огромного количества аудитории речь идет вот здесь вот с этой кара с этой принцессы чаш именно вас потому что мужчина здесь думает исключительно в позитивном ключе о вас во первых сегодня мысли у него прекрасные я у с ним пара посмотрите король и королева чаш грин и естественно если вы оба водные знаки то замечательно но тут вообще не об этом речь идет здесь идет речь о перспективах в любви в эмоциях в любовных отношениях девочки его мысли сегодня полны тем что вы с ним имеете новые какие-то он думает о новых перспективах и он я вижу здесь не просто надеется уверен в том что у вас эти перспективы будут если допустим вы с ним поссорились находитесь в расставании здесь человек абсолютно уверен что будет примирение и вы опять можете воссоединиться причем это все в эмоциях красивых это любовь практически букетно-конфетные период конфетно-букетный но шучу конечно в таком плане то есть здесь мужчина думает о новых перспективах каких-то именно с вами причем очень многих из вас он может неожиданно появиться знаете сами да что часто мужчины появляются которые давно уже исчезли во время расклада благодаря нашей общей энергетике а но здесь у мужчины явно такие мысли по поводу намерения здесь сложно сказать мы дальше сейчас будем смотреть по раскладу а то что мысли об этом есть к вам приехать с вами встретиться с вами если у вас все нормально и вы с ним не в расставании значит он просто себе представляет какие-то красивые картинки вашего будущего совместного с ним то есть я не буду говорить что он там представляет семью дом полную чашу еще что-то король и королева кубков это любовники по сути то есть у него здесь мысли об эмоциях сексе может быть вот о таких вещах я не буду говорить что здесь какие-то глубокие мысли но думает о вас очень многое и представляет вас парой вот эти все моменты он очень ярко в своем воображении представляет а воображение у него позавидовать можно кстати судя по этим арканом эмоции чувства к вам при всем при этом аркан маг яркие очень эмоции чувства есть здесь противоречиво все мужчина с очень сложным характером с очень сложным характером опять вы вышли такой парой яркой а королева пентакли и маг манипулятор ваш мужчина я не буду говорить что он здесь специально манипулирует он хитрец подлец и так далее вам решать и вы его лучше знаете какой он мне не это показывает мне показывают что человек здесь с очень сложным характером и он прекрасно понимает что он далеко не сахар и не мед и с ним построить отношения весьма сложно потому что он достаточно закрытый он обладает определенной харизмой обаянием то есть это мужчина очень обаятельный он может привлечь внимание может расположить к себе человека людей вообще но он закрытый по сути своей и он понимает что и вас он полностью свою душу не пускает и понимает что и вы как будто выстроили сейчас какие-то баррикады эмоции сейчас какие смотрите если вы с ним расстались если вы с ним поссорились может быть там какие-то непонятки между вами возникают и трение ваших отношениях то здесь и в чувствах в чувствах и в эмоциях у него идет то что он хочет примирение перемирия с вами он хочет чтобы вот такой такая баррикада чистокол из жезлов чтобы он ушел в прошлое чтобы он не рухнул здесь нет а именно как-то мягко растворился чтобы этот забор из жезлов и тут он может применять некие манипулятивные тактики в каком плане а как-то хитростью какими-то манипуляциями действовать так чтобы это произошло в вашей жизни с ним чтобы это перемирие состоялось так вот включу телефон сейчас пиликать здесь чтобы это перемирие состоялось и чтобы вы сменили гнев на милость либо вообще чтобы между вами воцарился некий покой это у него сейчас такие эмоции в отношении вас представьте здесь сложно сказать нам не чувства даже показывает опять-таки как продолжение его мыслей как он вообще ситуацию видеть сейчас между вами в общем сегодня весь расклад тут даже не не о чувствах идет речь эмоции мысли очень яркие и все такого плана как я вам сейчас озвучила кто-то мне там девочки писали вчера под видео что лед тронулся и как-то между нами потепление намечается вы знаете между кем-то из вас возможно действительно лед тронулся и намечается потепление между кем-то у него пока только мысли такие какие-то возможно уже предпланы преднамерения вот такого порядка что этот мужчина скрывает от вас сегодня следующий вопрос что скрывает этот мужчина от вас сегодня него постоянно выходит аркан мир что вообще мир это в общих чертах если сказать во первых это завершение чего-то может быть он с работы ушел может быть с кем-то отношения прекратил может быть с другом расстался здесь не обязательно женщина хотя конечно здесь на аркане мира у нас женщина и можно предположить что это действительно связано как-то с женской энергетикой у кого-то здесь к сожалению девочки он может скрывать что у него есть общение какое-то и общение это на расстоянии чаще всего этот аркан общения в интернете так тоже может быть не у всех подчеркиваю у кого-то из ваших мужчин здесь завершение действительно каких-то обстоятельств какой-то ситуации отношений еще чего-то у кого-то может быть общение посмотрите причем здесь как бы глобус или карта мира глобус скорее и девушка он где-то тут в океане стоит она на африке сидит и часть европы здесь зацепляет в общем это смысл в этом этого аркана в том что расстояние общение на расстоянии причем здесь могут быть разные города разные страны разные континенты причем это может быть с девушкой общение потому что девушка нарисована с женщинами может быть в принципе и по работе и по бизнесу то есть какие-то связи на большом расстоянии тут сразу выводов не делайте что у него там любовниц 150 штук не дай бог конечно у кого-то может быть и так но здесь может быть множество направлений и естественно когда общий расклад мы смотрим столько людей то у каждого это будет по-своему но вот один из этих вариантов здесь будет это он скрывает от вас по какой-то причине но давайте все-таки раскроем этот аркан мне само интересно это касается чувств эмоций либо это касается других каких-то вещей чувств эмоций девочки здесь скорее не это не чувство эмоций здесь не идет разговор о том что он в кого-то влюблен либо кого-то в себя влюбляет даже если общение с женщинами то по сути это знаете вот ни к чему не ведущая это что-то такое чтобы отдохнуть но мне тут не показывают что это общение с женщинами но если вдруг то я вам могу сказать перед тем как допустим уснуть ко сну отойти либо просто чтобы отдохнуть расслабиться после рабочего дня он может полазить по соцсетям к примеру с кем-то пообщаться вот что-то такое в этом плане но он это от вас тщательно скрывает поэтому сказать что здесь чувства эмоции что-то такое серьезное мне не показывает тут такое впечатление как будто действительно чтобы расслабиться отдохнуть как-то ну вот такая энергетика энергетика но вряд ли здесь по работе у кого-то у какой-то части аудитории может быть но больше здесь это в том случае если идет разговор про общение с кем-то то вот чисто чтобы расслабиться если здесь разговор идет об окончании какой-то ситуации очень многих здесь будет также окончание некого некой ситуации что-то он оставил уже в прошлом закрыл какой-то цикл и сейчас ему нужен период для того чтобы подумать а что делать дальше но и он это скрывает от вас и тот и другой вариант здесь скрыт от вас что он хочет вам сказать но молчит почему-то во-первых не дай бог но кто-то может быть потерял кого-то потому что по аркану смерть часто к сожалению бывает что он потерял кого-то либо родственника либо друга либо знакомого коллегу чисто физическом плане мог даже либо просто вот ну что-то ушло из его жизни и это его волнует сейчас то есть он об этом думает аркан смерть что-то осталось в прошлом либо это потеря человека либо это потеря чего-то а либо оставление добровольное чего-то в прошлом но это на самом деле его волнует потому что он хочет об этом сказать но он этого не говорит так же если вы сейчас не в расставании туда вы действительно проходите с ним некую трансформацию сейчас и он понимает что может быть между вами все зависло сейчас ничего не происходит но он понимает что это не конец это не окончание все равно что то из этого будет и он хочет вам сказать но молчит по какой-то причине а так что здесь вот такие вот могут быть вещи теперь давайте спросим как он себя чувствует дома если он живет отдельно от вас если у него дом отдельно от вас он не с вами живет как он себя чувствует ну у него все неплохо в общем то так еще давайте посмотрим что это такое ну все неплохо в общем то неплохие энергии но знаете как он чувствует себя одиноко он нуждается в любви он нуждается в таких вот любовных, приятных, нежных отношениях, как на Аркане влюблённые здесь, но чувствует себя одиноким, поэтому даже если он живёт с кем-то не с вами, а где-то в каком-то доме с кем-то, девочки, он чувствует себя одиноко нам показывают человека который нуждается в любви, нуждается в эмоциях и при этом чувствует себя одиноким, каким-то покинутым может быть ненужным никому с одной стороны хорошая вышла энергетика, да? Аркан влюблённые, это также ещё и Аркан выбора может быть, на что-то он должен решиться, что-то выбрать, чем-то определиться но Аркан Отшельник нам показал что чувствует он себя так себе, одиноко, холодно ещё по этим Арканам, вернее по двум, он может заниматься чем-то, что-то изучать, чему-то обучаться один в одиночестве закрылся у себя в комнате, в кабинете у кого что, и что-то читает что-то студирует, в общем, вот так но вообще чувствует себя одиноко, здесь точно это точно для всех относится неважно, он один, либо с кем-то так, теперь вопрос будет как он говорит о вас сегодня с другими людьми вот в этот период времени вообще говорит ли, давайте посмотрим говорит ли он о вас, и что говорит да, он о вас говорит причём говорит очень ярко страстно, говорит хорошо у нас как-то каждый день выходят позитивные Арканы в этом плане он может говорить с кем-то о том что он у вас влюблён, либо испытывает к вам страсть, может говорить о том что нужны вы ему, что ваша энергия ему нужна ну вот что-то в этом плане кроме этого он может говорить в принципе о том, что вы ему либо пишете, либо не пишете и его это тогда в этом случае волнует о вашей переписке, о вашем общении он с кем-то может разговаривать о том, что вы общаетесь, допустим если у вас сейчас только намечается роман либо у вас там качели вы то встретитесь, то расстанетесь то встретитесь, то расстанетесь то он как раз об этом и говорит что всё равно возобновляется переписка общение у вас всё равно возобновляется кстати, хочу отдельно сказать для тех, у кого интернет-роман А вот вам надо было бы немножко, наверное, не надо было бы, в принципе, чего копать. Если человек действительно реально общается с дамочками, просто имейте в виду, что, скорее всего, тут не единственное общение с вами, как это и бывает чаще всего при интернет-отношениях. Но, в общем, и ничего серьёзного здесь не показывают. Поэтому, если у вас интернет-общение, то он как раз с кем-то и может разговаривать о том, что у вас интернет-переписки, какое-то страстное, яркое, интересное общение. Это для тех, кто общается в интернете, потому что много сейчас очень таких пар, таких людей, и эта информация для вас. Если вы сейчас с этим человеком в расставании, хочет ли он вас вернуть? Вчера, сегодня, завтра, да? Этот период. Хочет ли он сейчас вас вернуть? Он к вам испытывает очень сильную тягу. Причём здесь тяга по всем фронтам. Он не может понять вообще, что происходит. Хочет ли он вас вернуть? Он хочет вас вернуть, а он ничего с этим поделать не может. Он даже, может быть, знаете, думает, да что это такое, у меня что мозги совсем, крыша поехала, кукуха съехала, реально. Я не могу о ней забыть, я постоянно о ней думаю, потому что это аркан-дьявол. Хочет ли вернуть? Конечно, хочет. Но он даже не может понять, почему у него такая тяга к вам. Вообще, что это, для чего это, зачем и как. Поэтому, да, конечно. И он порой себя даже сдержать не может. И вот так прям распирает, разрывает душу изнутри. Потому что аркан-дьявол, он чувствует к вам очень большую тягу, энергетическую, эмоциональную, сексуальную тягу во всех отношениях. Поэтому, хочет ли он вернуть, у него иногда бывают даже такие мысли, что его в этих отношениях как будто бес попутал, как будто он приковал его к вам, как будто привязался он какими-то такими цепями, которые невозможно порвать. Поэтому, да, конечно. И на душе здесь прямо буря, должна я вам сказать. Можно ли от него ожидать каких-то действий от этого мужчины? Тут неважно вы в расставании или нет, давайте для всех посмотрим. Вообще каких-то действий можно ожидать от него? Он от вас ждет действий. Здесь он ждет вашей инициативы, вашего какого-то проявления. Тут он ждет прям вашей энергетики. Но не забывайте, что он манипулятор. Он во многом может манипулировать вами. И это ожидание ваших действий, допустим, вы сейчас с ним, ну, либо перестали общаться, к примеру, либо он замолчал, да. Знаете, что это его намеренная тактика в таком случае. Значит, он таким образом вами манипулирует и ждет, что вы напишите первое. Либо позвоните. Поэтому он ждет здесь ваших каких-то шагов сейчас. А стоит ли вам делать первый шаг сейчас в том случае, если вы вот в такой ситуации? Ну, пять пентаклей, конечно, здесь нет. Я не хочу, я вам говорила уже вчера, по-моему, в раскладе, что мне не хочется даже на такие вопросы задавать ответы. Потому что очень многие девочки неадекватно это воспринимают. Вот вам показали пятерку пентаклей? Вам показывают, что вам и вместе с ним зябко, холодно и не очень-то. Но и порознь вам плохо. Но пятерка пентаклей, это ответ нет. Если вас интересует мнение Картера, стоит ли сейчас, вот сегодня, допустим, делать первый шаг? Ну, то здесь, конечно, скорее нет. Но не надо воспринимать это так буквально. То, что если хотите делать шаг, да кто же вам будет мешать? Делайте, это ваша жизнь, ваше решение. Не нужно потом пенять на Таро и на Таролога, что вас отговорили действовать. Хотите действовать? Действуйте. Ваша жизнь, ваши правильные поступки, ваши ошибки, и как её будете строить, так и будете. Но показывают так, по какой-то причине, вот так. Теперь вопрос у нас, какой там следующий, девочки? Их уже стало много, я порой, бывает, что забываю. Какой-то вопрос. Теперь давайте... А, соперница у нас же, соперница есть. Что у него с соперницей для тех, у кого есть соперница? Если нет, или вы там все что-то надумываете, не надо надумывать. Не надо. Уходите просто с этого вопроса, перелистывайте, перематывайте расклад. И посмотрите следующий вопрос. Что у него с соперницей сегодня, если это соперница? Есть страшный суд. Ну, тут вот реально, действительно, какой-то бумеранг им прилетел сегодня. В каком плане? У кого-то, может, развод даже. У кого-то расставание. У кого-то что-то из прошлого прилетело. Ну, почему расставание, я говорю? Сейчас, подождите, уточним. Просто по этому аркану может быть. Как? Да, семь мечей. Ну, вот не зря я чувствую, когда идут какие-то не очень хорошие энергии. Вышел этот аркан. А здесь можно было другое что-то сказать. Но мне почему-то захотелось сказать, что здесь какой-то бумеранг так себе. И действительно, вышла семерка мечей. Здесь обман, здесь ложь, здесь какая-то неискренность. Здесь есть между людьми нечто. Либо обман, либо измена. Кто-то, допустим, узнал об этом, как бумеранг прилетел, шлёпнул по лбу. Либо женщина, либо он о ней что-то узнал. Либо просто они сейчас понимают, что между ними есть эта неискренность какая-то. Поэтому они сейчас получают... Давайте не будем злорадствовать. Я понимаю, что для каждого соперницы это далеко не самый близкий в жизни человек. Но давайте просто так холодно проконстатируем факты. Это действительно так. Сложная у них сейчас ситуация, связанная как раз с неискренностью, ложью, манипуляциями, изменами, чем-то таким. То есть тут люди сейчас чётко и ясно понимают, что они неискренни. Между ними отношения сейчас, можно даже сказать, как... Не хочу говорить трещину, да, далее, потому что я здесь этого не вижу. Но идут какие-то выяснения по поводу Аркана Семёрка мечей. И это по делу. Это так должно было быть. Так должно было, как будто судьба их к этому подвела. Как будто это должно было произойти. И оно произошло. Так, что там мы ещё с вами не спросили. По-моему, всё спросили, что можно было. И ещё один вопрос остался. С точки зрения Картеро правильная позиция ваша сейчас в отношении этого мужчины. Ещё раз повторяюсь. Это вам не совет. И не руководство к действию свою голову на плечах иметь. Я знаю, что очень-очень подавляющее большинство девочек очень разумно смотрят этот расклад. Но есть единичные у нас принцессы, которые недопонимают вообще сущность Картеро и для чего они нужны. Поэтому я ей повторяю ещё раз. Итак, с точки зрения Картеро, сегодня правильная позиция в отношении этого мужчины. Очень мудро. Вы сейчас должны проявить всю свою мудрость, какая только у вас есть. А мудрость, спокойствие, знаете, спокойствие только спокойствие. Потому что это аркан и эрофант. А аркан и эрофант это аркан духовенства, мудрости, даже где-то в чём-то святости. Но святость имеется в виду в каком плане? Очень мудрый человек, глубинная мудрость вашей души, вашей натуры. То есть вы должны сейчас проявить себя как взрослый человек, не как ребёнок. Здесь, смотрите, ребёнок, мужчина молодой и уже пожилой взрослый эрофант, умудрённый жизненным опытом. Так вот, вы должны сейчас вести себя предельно мудро с этим человеком, спокойно. Если выводит на эмоцию, значит, берите себя в руки. Знаете, как вот отличная, ведь мудрость людская, которая копилась тысячелетиями, десятками тысяч лет, она ведь бесценна. И не зря есть такая мудрость, молчание золота. Так вот здесь даже молчание, во-первых, но молчание очень такое красноречивое может быть. Молчание можно человека гораздо больше, даже ранить, но тут нет задачи его ранить, а вразумить, показать правильную, очень мудрую, достойную позицию. Так вот, к вам это и относится. Повести себя вот таким образом, не проявляя глупость какую-то детскую, потому что вы уже мудрый человек, вы эрофант. И таким образом вы должны себя вести с ним. Четверка чаш. Здесь есть некие моменты в ваших отношениях сложные, потому что напоследок расклада на дне колоды у нас четверка чаш вышла. Кто-то чем-то разочарован, кто-то испытывает какие-то сложные эмоциональные моменты сейчас. Но это не так уж и ужасно, и страшно. Это все со временем проходит и достаточно быстро. Вот такой сегодня получился расклад. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. А если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, света. Только самых прекрасных, позитивных энергий каждого дня в вашей бесценной жизни. Всех вам благ, мои дорогие. Пока-пока. До следующего расклада.